Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами про вентиляцию. Что такое вообще вентиляция? Вентиляция в двух словах это такая система, которая создает в доме воздухообмен по нормам 30 кубических метров на человека в час. Для того, чтобы система вентиляции работала правильно, нужно выполнить три вещи. Первое это приток чистого воздуха через какие-то элементы. Второе это периток воздуха и третье это выброс грязного воздуха. Приток чистого воздуха можно выполнить через следующие элементы. Первый способ это просто открыть окно на проветывание. По мне этот вариант так себе, системным его назвать я не могу. Второй способ это поставить стеновые клапана. Третий способ оконные клапана. Четвертый способ это поставить систему рекуперации, где чистый грязный воздух у вас будет попадать в дом и выходить из него через рекуператор. Сегодня я говорю про второй вариант это стеновые клапана. На столе у меня лежит клапан велка. Такой клапан я буду устанавливать себе на дом. Этот клапан с моей субъективной точки зрения это очень хороший клапан. И сегодня я попробую вас в этом убедить. Из чего же состоит клапан велка? Клапан велка, как вы видите, состоит из различных элементов. Все они представлены у меня на столе. Есть вот такая вот труба, вентиль, шумоглушительная шайба, есть фильтр, есть металлический каркас, есть вот такой вот фланец и труба-переходник с таким вот ободком. Давайте про каждый из этих элементов поговорим отдельно, для чего конкретно каждый элемент нужен. Значит, первое это у нас труба. Через трубу у нас, понятное дело, будет заходить чистый воздух. Труба у нас имеет размер 500 миллиметров длина, 100 миллиметров у нее диаметр. Соответственно, как вот у меня на доме. У меня дом состоит как бы из двух частей. Есть каркасная часть, есть основная часть, это стена из газобетона, 3,75 миллиметров длина. Соответственно, 500 миллиметров мне точно хватит, лишнее я буду отрезать. Стена каркасная у меня 250 миллиметров по толщине, 250 миллиметров утепления. Плюс также будет вентилируемый фасад фиброцемена с 1 кедрал. Соответственно, я какой-то размер еще добавлю, будет внутренний отделок и, соответственно, лишний я отрежу. Следующий элемент это у нас такой вот вентиль. Вентиль состоит из нескольких частей. Первая часть это вот такая вот крышка. Крышка идет у нас с утеплителем, это пенополистирол. Давайте ее поставим на место. У клапана у этого есть рабочее положение. Если мы клапан будем крутить, сейчас вот вы услышите такой звук. Вот этот вот щелчок, щелчок это у нас рабочее положение клапана. То есть, когда мы устанавливаем клапан, мы должны будем вставить именно его в такое положение. Ну, отталкиваться от этого положения. У нас, видите, такой вот большой зазор. Значит, у клапана есть термостат. Термостат работает у нас в диапазоне температур от плюс 10 до минус 5 градусов. Когда у нас температура опускается минус, вернее, ниже плюс 10 градусов, у нас вот эта вот крышка начинает закрываться. Если у нас температура опускается до минус 5 градусов и ниже, то у нас крышка полностью, полностью закрывается. И по факту у нас уже чистый воздух в помещение попадать не будет. Поэтому, если мы откроем инструкцию по монтажу производителя, там написано следующее. Когда мы его, например, поставили в рабочее положение, рабочее положение это у нас щелчок, поставили вот в этот щелчок. Если мы прокрутим на 180 градусов вот эту крышку, то у нас, когда будет закрываться клапан до минус 5 градусов, у нас здесь будет зазор 1 миллиметр. Если мы его повернем еще на 180 градусов, то есть в общей сложности сделаем один оборот и провернем эту крышку от рабочего положения на 360 градусов, то у нас, когда минус 5 градусов будет, у нас, условно, если мы закроем крышку, у нас проворачиваем на 360 градусов, у нас получается вот такой вот зазор 2 миллиметра. То есть на 180 градусов это 1 миллиметр, на 360 градусов это 2 миллиметра. Таким образом мы можем отрегулировать так, чтобы даже в зимнее время у нас небольшое количество воздуха заходило через вот этот вот зазор, и система вентиляции у нас работала правильно. Дальше у нас у нашего вентиля есть вот такая вот резинка круглая, она устанавливается в определенное место вот здесь вот, и когда мы вставляем наш вентиль в трубу, она у нас очень как бы плотненько так заходит. Вот я ее вставил до конца, и у нас даже если я эту клапану переворачиваю, она достаточно хорошо сидит. Вот, в принципе, я не знаю точно, хватит ли мне вот этой вот резинки, ну как она будет держаться. Потому что если мы откручиваем нашу крышку полностью, то у нас здесь вот есть три таких вот как бы отверстия, да, и мы можем саморезами притянуть вот этот вентиль к стене, ну максимально так плотно, да, чтобы он надежно у нас держался. Я хочу попробовать вариант с привозь резинкой, посмотреть, насколько хорошо она будет вставляться у нас в трубу. Ну так вот, грубо говоря, в принципе, достаточно хорошо она встает. Хватит, ну как бы, в принципе, достаточно ровно. Ну а если я своими кривыми руками нормально закрутить не смогу, то, соответственно, я буду вот этот вентиль прикручивать к стене. Следующий элемент это у нас такая вот шумо-глушительная шайба. Она как бы с одной стороны у нас гладкая, с другой стороны такая вот ворсистая. Устанавливать ее нужно, соответственно, в трубу со стороны улицы, чтобы вот эта гладкая, гладкая часть смотрела у нас на улицу. Ну, выглядит это вот так, вот так вот. Значит, я смотрел, перед тем, как начать снимать этот видеоролик, смотрел ролики своих коллег, которые также про этот клапан рассказывают. Вот есть такой элемент фланец, по нему тоже сейчас буду рассказывать, но забегая немножко вперед, некоторые рассказывают о том, что нужно вот эту шайбу вставлять у нас вот в этот фланец. Но, с моей точки зрения, это немножко неправильно, потому что вот эти отверстия, которые у нас в шумо-глушительной шайбе есть, они сжимаются. Соответственно, у нас количество воздуха, которое будет попадать в помещение, воздух будет попадать в помещение меньше. Поэтому, с моей точки зрения, более правильно это шумо-глушительную шайбу вставлять в трубу гладкой частью, нигде ничего не сжимается. Вот, немножко его задвинув в трубу, так, чтобы потом мы могли спокойно одеть фланец. Следующий элемент клапана у нас идет фильтр. Фильтр я сейчас пропускаю. Сейчас я вам расскажу про металлический каркас. Металлический каркас как раз нужен для того, чтобы нам одевать фильтр. И у вентиля есть вот такие вот четыре отверстия, куда мы должны вставить наш металлический каркас. Этот металлический каркас можно уменьшать в размере, потому что стены у всех разной толщины. Если у вас, например, толщина стены 20 сантиметров, понятное дело, что вентиль получается у вас очень длинный. Откусывается он обычными пассатижами. То есть проблем с этим его нет. Проблем с тем, чтобы его укоротить, особых нет. И, если мы возьмем с вами фильтр. Фильтр у нас напоминает вот такой какой-то чулок. Вот. У него есть ворсистая часть, есть гладкая часть. Одевать на металлический каркас нам нужно, чтобы ворсистая часть у нас смотрела на улицу. Вот. Она была вывернута. Потому что ворсистая часть очень хорошо собирает пыль. Фильтр нужен для того, чтобы собирать пыль. Всяких насекомых, мошек. Вот. Соответственно, нужно будет его одевать на металлический каркас именно ворсистой частью. В принципе, вот у нас такой вот клапан получается. Дальше есть вот такой вот фланец. Фланец одевается, как я уже говорил, на трубу со стороны улицы. У него есть такая вот уплотнительная резинка. Это такой, как бы, переходник. На него потом будет одеваться решетка. Решетки бывают разные по цветам. В данном случае у меня фасад будет светлый. Все комплектующие у фиброцеменного сайдинга кедра будут белого цвета. Поэтому решетка у меня тоже будет белого цвета. Последний элемент нашего клапана – это такая вот труба-переходник. Очень удобная вещь. Если мы, например, точно не знаем, в каком месте у нас закончится финишная отделка, соответственно, мы можем подрегулировать. Мы его вставили, да, потом я решил, что стены из газобетона мне нужно, например, отштукатурить цементную штукатурку толщиной 2 см. Соответственно, я могу его немножко подрегулировать. И потом на эту штукатурку вот к этим ушкам прикрутить саморезы. Очень такая удобная часть. Смотрите, на достаточно большое расстояние его можно регулировать. Это что касается комплектующих, да, еще у нас состоит, еще у нас состоит клапан «Велка». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, друзья, сейчас я нахожусь непосредственно в своем доме. Буду показывать вам, как правильно установить клапан «Велка». Мой дом состоит из двух частей. Первая часть – это стены из газобетона. Вторая часть – это каркасный. Вот так вот выглядит мой дом. Здесь вот у нас пристройка каркасная, которая у нас по факту будет спа-зона. У меня тут даже, видите, уже джакузи стоит. У меня здесь будет установлено два клапана. Один вот над этим окном, второй клапан над этим окном. То есть чистый воздух у меня будет проходить в это помещение через два клапана. Основная часть – это у меня гостиная. Здесь у меня установлено будет два клапана. Один, как вы видели, делали алмазное сверление. Вот так это выглядит. Все ровненько, аккуратненько. Второе – мы уже начали экспериментировать, устанавливать клапана. Сейчас это выглядит пока вот так вот. И наша спальня, вернее, моя спальня. Здесь это выглядит вот так вот. Значит, когда вы задумываетесь об установке вентиляционных клапанов приточных, нужно понимать две вещи. Сделана ли у вас отделка снаружи или внутри, или не сделана. В моем случае отделка не сделана, поэтому работы будут выполняться не так аккуратно. Если отделка сделана, то, соответственно, работу нужно выполнять очень аккуратно, чтобы нигде ничего не повредить, не испортить. Потому что испорченная отделка – это, конечно, очень дорого потом все это переделывать. Сейчас я вам покажу некоторые моменты по установке каркасного, вернее, клапана в каркасную стену. Устанавливать его туда мы не будем. У нас пока для этого не готово. Но какие-то нюансы я вам покажу. И покажем, как установить трубу в отверстие, подготовленное у нас здесь уже. Здесь у нас уже подготовлен козел. Сейчас мы будем вам показывать, как установить клапан. Что касается установки клапана стеной из газобетона. Идеальный вариант – это пенить. Мы используем вот такую пену. Саудал, флекси, фуа. Температура у нас, так как сейчас зима, температура у него от минус 10 до плюс 35 градусов. То есть сейчас у нас на улице где-то минус 1-2 градуса. Какие здесь нюансы? У нас есть вот такие вот клинья. Клинья обычной оконы, которую мы нарезали. То есть из одного, сколько у нас получилось? Два или три? Два. Из одного клина у нас получилось два вот таких вот клиночка. Берем трубу, вставляем ее в отверстие и клинями закрепляем так, чтобы у нас было с каждой стороны по одному сантиметру зазор. За счет клиниев делаем уклон. Небольшой уклончик в сторону улицы. И зазоры, чтобы у нас примерно были одинаковые. И трубу, надо ее чуть дальше загрыть. Примерно, чтобы она на нас выступала сантиметра ориентировочно на 2, потому что сюда еще будет финишная штукатурка, а потом лишнее мы будем отрезать. Там выстрел в жалоб? Да, да, да. Все, поставили вот так вот трубу, сделали небольшой уклончик. Взяли нашу монтажную пену, к ней прикрутили вот такую трубку, поставили электрон, чтобы у нас трубка была более-менее ровная. Так как у нас длина 375 миллиметров, вот этой длины нам не хватает, поэтому нам пришло длину нарастить. Сейчас будем, соответственно, это все запенивать. Что касается установки клапанов в каркасную стену, нам нужно его обмотать вот таким вот пенофолом. Пенофол я купил в Леруа Мерлен, он у нас самоклеющийся. Диаметр трубы 34 сантиметра. Соответственно, нам нужно отрезать, сразу подготовить вот этот вот кусок. 3-4 сантиметра, 3-4 сантиметра длина. Он, как я уже сказал, самоклеящийся, помогите мне. Снимаем вот этот вот слофан защитный. Вот эта часть у нас лифтая. Очень хорошо он приклеивается. Уберем нашу трубу. Для удобства у нас есть ориентир. Это вот этот кантик, который идет у переходника. Уберем нашу трубу. Угу. Уберем нашу трубу. Уберем нашу трубу. начинаем снимать защиту и аккуратно вот так у нас получился стык это уже второй клапан два клапана у меня идет каркас чтобы у нас в общей сложности получилось два матка затем перевернуть вот так вот это выглядит у нас первый моток у нас 34 34 сантиметра второй моток у нас 37 сантиметров 37 сантиметров и лишнюю часть вот это нам нужно будет ее обрезать давай тоже обрезаем сразу обрезается очень просто просто потрубил так вот ножом ведется ну то же самое делалось со вторым мотком только чтобы у нас тык был с этой стороны с этой стороны вот так выглядит установленная труба у нас со стороны улицы вот так у нас труба выглядит со стороны помещения я решил не устанавливать вот этот переходник потому что при запенивании мешает вот этот вот ободок неудобно поэтому я решил сделать небольшой запас трубы вовнутрь соответственно когда у меня уже будет финишная отделка буду понимать реально реально насколько мне эту трубу нужно выпускать или не выпускать лишнее отрежу вот фиксировать клапаны к стене я буду у вентиля как я говорил уже есть такие вот три отверстия в эти отверстия я буду закручивать саморезы со стороны улицы у меня будет отделка фибрицементный ссадин кедрал лишнюю трубу я отрежу поставлю вот этот вот фланец и к нему буду прикручивать вентиляционную решетку в принципе самую сложную часть установки клапана я вам показал эта установка трубы в каменную стену стену из газобетона друзья пока не стемнело хочу сделать небольшую ремарку заключение по поводу промерзания клапана наверняка у кого-то из вас будет такой вопрос будет ли зимой приточный клапан промерзать в двух словах если у вас система вентиляции работает правильно то есть через приточный клапан у вас будет именно приток чистого воздуха не отток есть у вас есть перетоки воздуха если у вас вытяжка вентиляционная шахта например или вентиляционные трубы работают правильно то есть они вытягивают уже грязный воздух на улицу если у вас клапан хороший например как велка да это хороший клапан то у вас в принципе обмерзания этих клапанов точно не будет сейчас я вам вставлю видеоролик где человек который живет где-то на урале у него установлен как раз клапан велка на улице минус 28 градусов он показывает реально то что этот клапан не обмерзает в таких как бы суровых условиях также про обмерзание клапанов очень хорошо рассказывает есть такой для меня уважаемый человек борис бутсов вот он снял два видеоролика очень подробно про это рассказывает поэтому если у вас есть вопросы или сомнения можете эти ролики посмотреть он принципе приводит достаточно достаточно хорошие аргументы для того чтобы убедиться в том что приточный клапан в принципе но хороший приточный клапан в принципе промерзнуть зимой не может ссылка на его два ролика я оставлю в описании так спасибо за внимание если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях желаю всем здоровья берегите себя всем пока самый главный самый убедительный аргумент который приводит критики вентиляционных решений вильпы это обмерзание приточного клапана пугает ледяными наростами потеками по стенам и прочими ужасами двойка вам по физике клапан работающий на приток не обмерзает пример зима 2018 где-то под екатеринбургом на улице минус 28 градусов на входе в комнату уже минус 22 с половиной обратите внимание на тарелку есть изморозь нету и я ее не видел и не вижу уже на протяжении трех лет что самое интересное на расстоянии порядка полуметра от клапана температура уже положительная плюс 12 поступающий холодный воздух успел перемешаться с внутренним теплым чем дальше вернее ниже тем еще интереснее на уровне голых колен и пяток температура уже вполне комфортабельная плюс 24 с половиной градусов система отопления теплые полы водяные так то в комнате скажете вы может на улице все сосульки пойдемте проверим обычный зимний уральский вечер через каждый клапан а в доме из 2 поступает по 40 кубических метров в час морозного воздуха температура минус 28 градусов на решетках нет ни льдинки они как будто они как новенькие как будто только что прибыли со склада вильпорус в екатеринбурге уважаемые критики напишите пожалуйста что я делаю не так как мне все-таки добиться долгожданного обмерзания вырастить красивые ледяные кристаллы на своих приточных клапанах с вами был сысоев андрей до свидания